Привет друзья, сегодня у нас в ролике новый Шторм Спирит, в патче 7.30 его бафнули, хотя я общался с человеком, который часто играет на Шторме, и он мне говорил, что Шторм все еще слабый в этом патче, но собственно для этого я и записываю данный ролик, чтобы мы вместе с вами в этом разобрались. Мы будем наблюдать за проигроком Ярин из команды Док у этого парня, во-первых 24 уровень Дота Плюса, почти Айегис, 260 игр с винрейтом 66%, хорошие показатели, начальный закуп, 1 цирклетка, Айрон Брэнч, 3 танго, Ферри Файр, стоять он будет против Лешрака, и давайте пройдемся по изменениям, их не так уж и много. Апнули Римнант, увеличили урон, он был 120, 175, 230, 285, а стал 120, 180, 240 и 300, вроде как не совсем много, но приятно. Далее изменили ультимейт, расход маны уменьшили, с 30 плюс 8% до 25 плюс 7,5%, это тоже приятно. Также поменяли немного таланты местами, их также немного изменили. Талант, который на 10 уровне давал 200 к здоровью, заменили на плюс 40 к урону от стати Кремнанта. И талант на 15 уровне, который давал 65 к урону от стати Кремнанта, заменили на 250 к здоровью. Что касается талантов, мне кажется, что все-таки раньше таланты, которые были до этого патча, были поприятнее. Да, ты получал урон на 15 уровне, зато не 40, а 65. А здоровье 200 или 250 здесь уже особо роли не играет. Привозят себе Штормспирит Боттл, сразу подбирают руну воды. Курьер для Штрака, можно было его попытаться убить, но Штормспирит на него не реагирует. Тем временем проливается у нас Ферст Блад, погибает Магнус из команды Дайер. Так, а Магнус у нас вообще кто? У нас... Ну да, вряд ли это Кэрри. Как я понимаю, что Лантер у нас стоит вверху вместе с Андайингом против Ликана и Венги. В Харде у нас Магнус с Нагой. Так, подождите, Нага у нас внизу. Да, Нага все-таки в Харде, потому что два героя, которые могут быть Кэрри. Здесь и Лантер, и Нага есть. Крайне много иллюзий. Удивительно, что нету Шейкеров, Контрпика у Радиант. Ну и внизу, как я сказал, стоит Нага вместе с Магнусом. Приятно здесь для Лантера то, что будет импауэр, надеюсь, по КД. Но посмотрим, конечно же, как себя покажет и Магнус, и сам Штарнспирид, за которым мы сегодня в первую очередь наблюдаем. Поставил вард сюда сверху. Не особо какой-то скрытный, но Лешраг его до сих пор не разбил. А значит, имеет место быть. Такой вариант. Отбегает пофармить маленький спот крипов. Хотя можно было сделать себе даблстак. И сейчас за такое же время зафармить в два раза больше. А даблстак здесь есть. Интересно, кто его сделал. Либо Шторм сюда отходил, но вроде как здесь его не было. Хотя да, возможно, на третьей минуте подбирал. Не знаю. Возможно, пропустил этот момент, когда мы проверяли, кто на какой линии стоит. Но не столь это важно. Четвертая минута. Снова забирает сразу же руну воды. Лешраг делает ровно зеркальные действия. Очень сильно перефармливает. 37 на 1. У Лешрака 25 на 1. Это прям ощутимо. Привозит тебе капли. Также собирает нулик. Из цирр клетки. Ну и пока просто фармят. Хотя сейчас уже была небольшая агрессия. Получает 6 уровень. Раньше, чем Лешраг. Можно было этим воспользоваться, но нечем чем зацепить. По раскачке. Максит ремнант. Берет в троечку. Пассивку в 2. Вортекс пока игнорирует. Вовремя успел зафармить маленький из-под крипов. Как раз к пятой минуте появляется новый. Здесь главное не налажать с таймингами, чтобы не потерять деньги, которые ты можешь получить. Пачка фармится с двух сторон крайне быстро. За счет ремнанта, за счет молнии с стороны Лешрака. Поэтому всегда есть время подфармить крипов в лесу. Прилетает андайинг. Выполняет боттл. Вряд ли с этим андайингом сейчас что-то здесь будет делать. Я думаю, что он прилетел сюда, скорее всего, только ради боттла. А еще передал, видимо, обсерв Шторму. Либо он сам его привез. Потому что варт как раз сейчас пропадет. Далековато зашел Лешрак. Схватил пару тычек от вышки. Но и сам Штор Спирит рискует сейчас погибнуть. Но успел дать тычку в последнее мгновение. И в итоге выживает и убивает Лешрака. Хотя все могло развернуться абсолютно любым образом. Все просели крайне сильно. Поэтому здесь уже зарешал чисто рандом. И, возможно, Лешраку стоило драться до конца. Тогда было бы у него больше шансов добить Шторма. Активирует волшебство. Почему-то не поставил вард. Наконец-то его поставил. Сделал это в тени. Чтобы Лешрак точно это не видел. Потому что, ну, не знает, есть у него вард в виду или же нету. Хотя есть Сентряк. Есть Сентряк. И, кстати, вард поставил не на то же место, где был Сентри. Возможно, он и знал о нем. Хотя вард пропал сам. Его никто не разбивал. Короче, здесь все грамотно. Пока Штормспирит с волшебством и под Кларите фармит лес. Крайне быстро. Лешрак начинает пушить мид. По крипам за счет лесных крипов Шторм вырывается далеко вперед. Собственно, и по золоту ситуация такая же. 4000 нетворс. Ровно 1000 разница у мидеров на 7-й минуте. Хотя преимущество небольшое. А именно ровно 1000 на стороне Рейдинг. Я так понимаю, за счет остальных киллов. Потому что все три героя из Рейдин занимают первые места после Шторма. Делает телепорт наверх. Здесь нападение на Эндайинга. Успевает он отхилиться. Сразу же погибает Винга. Есть Вортекс. Поэтому Люкана сюда не убежит. Но у него нет и ультимейта. Поэтому убегать особо шансов не было. Он еще перед смертью поражал себе телепорт. Если вы заметили эту мини-анимацию. Это было, конечно, забавно. Надеяться на то, что у него есть шанс. Отсюда вообще испариться. Но, как мы видим, шансов немного. В лесу сверху тоже не забывают про стаки. Правда, их забирает не лантер, для которого они все делались, а шторм спирит. Немножко, мне кажется, нагловато. Но, зато теперь у нас шторм стал еще богаче. А кэрри потерял немножко голды. Маска. Ну, маску эту отдает, понятное дело, лансеру. Появляется уже облиенстав и скоро у нас будет орчат. Я думаю, что крайне ранний. Потерял вышку в меду. Поэтому здесь особо уже ловить нечего. Просто подходить, когда линия пушится и отпушивать ее обратно. Мне показалось, или он заблочил свой же стак. Не увидел он, видимо, что нага, проходя мимо, решила помочь ей застакать. И в итоге ровно в 59 секунду подходит на спот и блокирует его. Ну, невнимательность. Учитывая, что он не ожидал, что кто-то решит ему задаблстакать. В принципе, простительно. Леон убивает пальцем нагу. Влет в Вайда. Ну, Войда даже не успел понять, что тут происходит. Было у него слишком мало хп, поэтому допускает он ошибку, что так далеко позволяет себе зайти. Учитывая, что Шторма не была видна на карте в меду. Его точно не было, а значит, что он может быть где угодно. Поэтому Войду. Но никак нельзя было так агрессивно играть на ло хп. Конечно, у тебя есть таймволк. Ты понимаешь, что в любой момент сможешь убежать. Но, как мы видим, не всегда это работает. А учитывая, что на 10 минуте у Шторма появляется орчид. Это значит, что сейчас от Шторма уйти уже не сможет абсолютно никто. Орчид крайне ранний. Но это не удивительно, смотря на Нетворс. Счет 3-0. Летит. Неужели вторая смерть для Шторма потратил на счет таймволк? Сразу в лед, сразу накладывает орчид. Были шансы на выживание, но Магнус не жалеет ультимейт. Дает реверс полярити. И, соответственно, все вдвоем тут погибают. Еще и Лешрак, который хотел, видимо, помочь. Прилетел и отправился туда же, куда и Войд с Леоном. Отличный ганг от Шторма. Сделал 3... Ну, не сделал, а поучаствовал в 3-х фрагах. Два из них забирают себе Магнус. Ну, ничего страшного. Шторма и так достаточно денег. Хотя, я думаю, что лишними бы они точно не были. Талант на 10-м берет 2,5 маны в секунду. Игнорирует правый талант. К 12-й минуте соберет ПТ-шку сразу после орчида. Ну, и большую часть времени, конечно же, Шторм просто фармит треугольник. Прогуливается по лесам. С манной проблемы, но Шторма по-другому быть и не может. Бежит на базу, хотя можно было дождаться руны. Вдруг бы повезло на какой-нибудь реген. Хотя к этому времени, на самом деле, он уже на базе. Поэтому не критично. Хотя потерял, конечно же, время на то, что просто бежал. Зато сейчас делает телепорт вниз и успеет поучаствовать в файсе. А внизу появилась ДД-шка. ДД-шка тоже хорошо. Так, Винга. Правильно, что выбрал ее в приоритет. Потому что сейчас бы могла свапнуть, засейвить Люкана. Кинуть стан. И только бы мешалась. А здесь еще был какой-то... А, не какой-то, а у Люкана же доминатор. Соответственно, еще сатирчик, за которого накинули 100 голды. Следующий на очереди Леон. Успел дать сало. Ну, здесь, конечно, он просто стоял. Смотрел на эту лягушку, или в кого он превращает. В курицу. И понимал, что жить ему осталось недолго. Ну, мы сейчас видим, в принципе, типичный геймплей на Шторме. Который получил жесткий сноубол в начале. Так, здесь Нага. Почему он мешает вечно сделать стаки бедной Наги? Она, конечно, красава сделала. Сделала же? Да, могла бы сделать тройной стак. Отвела и маленьких, и древних, и обычных крипов. Шторм ей один стак запорол. А остальной зафармил. Ну, так как Нага у нас не первая позиция, а третья. Или вообще четвертая. Подождите-ка. Наги. Да, Нага вообще четвертая позиция. Интересный вариант. Снова нападение. Ну, сало закончится, и... Войт умрет просто от арщида. Так и произошло. Бешрак. Бежит полярити. И тут уже богоподобие на 13 минуте. Доблкил. Только он его получил, и сразу же лишился этого стрика. Леон отомстил за прошлую смерть. И не пожалел палец. Заработал... Сколько он? 745 голды. Порядочно за него заплатили. Думаю, сейчас можно... Что он себя фармит? Ну, блинк уже можно... Будет скоро приобрести. Заработали 1300. Почему здесь показано... Почему здесь показано... А, потому что потери денег много. Подождите. У Леона написан доход... 3 копейки, хотя... А, все, подождите. Я увидел палец. Оказывается, что... Шторма убил не Леон, а... Винга. Как такое может быть? Возможно, прям под этот палец Винга кинула свой стан. Либо там... Своим духом успела добить. Интересно. А я и думаю, почему такие... Странные графики. Кто лишил денег этого Леона? А я еще и на него... Я на Творц смотрю и думаю... Вот сейчас, блин, будет покупать. А здесь все наоборот. Здесь у нас... Солар Крест будет появляться... У Винги. Есть скан на треугольник. Понимаю, что здесь кто-то фармит. Сразу же... Ну, не сложно догадаться, что здесь будет фармить... Вероятнее всего, Войт. Попадается под стан. Леона. Хотя он его видел, поэтому... Неужели он погиб не второй раз? Ну, второй раз ошибается. Зашел слишком нагло. Перед тем, как в него кинули стан, он видел... Шторма, находился на хайграунде. Вернее, Шторм видел Леона. Поэтому он, мне кажется, успевал улететь. Либо как-то увернуться. Ну, понятное дело, что и сам Леон... Видел Шторма. Вероятнее всего, там стоят ворды. Поэтому он так четко в него попал. Но так, понятное дело, что он знал, что Шторма находится здесь. Учитывая, что до этого он убил... Вайдан. Принимает лишь Ракай здесь. Тоже парень. Слишком далеко заходит. Тем временем, что у нас у лайнсера. Берет он Худ. А сколько у него активная игра вообще? 3-1-2. Но, в принципе, выходит на месте и не стоит. Ну, Худ частенько собирает на лайнсера. Но мне он не особо нравится. Но это просто... Жесточайший хейт Вайда. Понятное дело, что... Вайд спастись, ну, никак не может. На него просто накидывается сало и все. Остается только погибнуть. Единственный выход это фармить... Свой маленький лес. Хотя, даже если он будет... Ну, вообще не выходить за эти два вышки. Здесь есть вард агрессивный, который еще не сняли. Это значит, что на нем он будет сверкать. И все равно... Рано или поздно Шторм его поймает. Интересная ситуация, конечно. Кая уже появилась у Шторма. И дофармивает он Сэндж. Остается купить только рецепт. Есть смоки. Лишрак внизу. А тут смоки может было не активировать. А просто выйти на... Лишрака. Очередной фраг. И в очередной раз его забирает... Себе Магнус. Так, Сэндж уже летит в Курьере. Варварски уничтожают весь лес Рэдин. Лиша их фарма. Хорошая нейтралка для лансера. Сразу же ее, понятное дело, дропает. Ну и... Кая с Сашем. Приехала. Отличная нейтралка выпадает для Шторма. Ну, да. Пока только 3 выпало. Я сомневаюсь, что что-то может быть здесь лучше. Первая дальность атаки увеличена. Ну и плюс... Сопротивление магии на 15%. Это тоже замечательно. Слышим мы здесь Вайда. Ничего жизнь не учит. Но у него безвыходная ситуация. Пофармить на линиях нельзя, потому что сразу же вылезет Шторм. Здесь нужно просто фармить БКБ первым делом. Но он нафармил Сэмэл Шторм. Яшев купил себе Сентри. Хотя его убивают и без вардов. Регенка. Вот это вот опасная руна. Да, сейчас ее лучше не активирует, потому что сразу же собьется от диаболиков Лешрака. Все, Лешрак погибает. Включает Сон Нага. В это время активирует Регенку. Здесь главное под Хект не попасться. Есть Хаммер. Поэтому даже не успел Лион ничего завязать. И Люкан тоже погибает. Отличная командная работа. Минус 3. 1100 заработали Дайр. И здесь прям очень жесткие Сноубол. Наверное просто идеально показательная игра. Как собственно Шторм получаю. Орчет должен бегать и просто уничтожать вражеского кэри. Лишая его всех шансов на вообще реабилитацию в этой игре. Тут наверное единственный выход только если за Вайдом будет бегать постоянно Лион. Не отходя ни на метр. И если будет появляться Шторм соответственно сразу же будет какой-либо Хекс Стан. Если же Орчет будет в Лиона тогда это будет Купол. Но это единственный выход. Либо стоять на базе. Ну и конечно же нужно раздеваживать лес. Войд возрождается. Тут уже руна подходящая. Чтобы Войд жил еще меньше. Ну за этим конечно забавно наблюдать. Так почему подвисает Дота? Не знаю на записи есть ли подвисание надеюсь что нет. Возможно лагает демком возможно это связано с сандайинга может из-за его зомби. Странно. Варит себе Линку. Наиболее подходящий артефакт в данном случае во-первых Винга во-вторых Лион. И никто из них не сможет помешать. Ждет он эти 3 секунды когда уже возродится Войд. Не мог долго ждать. И попадается здесь Винга. А урона не хватило. И от Орщида тоже. Осталось у нее там 50 хп. Ловит Хекс от Лиона. Пытался зарядить палец но понимал что Седас сейчас Шторма урона не хватит. Есть Хроносфера но Хроносфера сразу же прерывается сном от Наги. Шторм правда погибает все равно уже в третий раз. В этот раз заработал Куш Лион. Добил его. Получил 781 монету. Шторм у нас в таверне 70 секунд. И пока он отдыхает в игру врывается лайнсер. Была у него куча времени никто ему не мог помешать. Соответственно за это время он успешно расфармился. Хотя особо ничего у него не появилось здесь. Лифуза Мидас Худ Ну Худ полезно Маги его убить не смогут Хотя магии в него еще нужно попасть и угадать где настоящий если это какой-то палец например Лиона. Как бы не фармил лайнсер но первое место все равно достается Шторму 15000 на Творце на втором месте лайнсер 13000 третье место делят Магнус с Вайдом 8800 и 8200 золота С таким преимуществом можно спокойно зайти на Рошана но бояться наверное Купола не знаю Лишека хотя чтобы подраться на Роша есть и Магнус и Нага и Андайинг и Шторм Спирит вообще все есть поэтому бояться здесь нечего пытался выйти Вайд либо он пытался убежать здесь уже непонятно но даже когда Шторм в Таверне у него это получается не вернее так же плохо как когда Шторм живой раз 6 он его точно убил сколько у него еще смертей 9 может даже и больше видимо не хотят тратить время на Рошана выжидает вновь когда кто-то появится на мини-карте бинга бинга появилась а вот и Люкан но опасно опасно вывозит Магнус Люкана сразу накидывает Орщит издалека и совершает даблкил отлично падает Т2 в принципе деф-потенциал у Редиант неплохой за счет Лешака за счет Леона но мне кажется что даже несмотря на этих героев задефаться им будет все равно достаточно сложно как минимум их сразу же будет ловить так ну что ж купол вновь и сразу же нейтрализуется сном но это просто контрпик контрпик и тут нужно давать хрону только если ты даешь ее в нагу и бонусом можешь еще кого-то задеть без шансов разбирают остальных игроков есть ББ Кувайда прожимает он его как только мы его как только мы об этом сказали так по талантам на 15 взял скорость к атаке плюс 25 и на 15 вернее на 20 берет плюс 0.4 секунды действия вортекс два уровня остается до 25 здесь вероятнее всего будет левый талант только если же игра дойдет потому что мид упал переключаются наверх хотя нага отправляет своих копий иллюзий сразу в мид падает там хаммер еще и горят т4 но неужели дайр не будет вернее радиант не будет дефать а в принципе дефать то некем воет погиб два раза ну и остается только откидываться какими-то заклинаниями вот как делает венга и вероятнее всего на этом игра будет заканчиваться все-таки перевес золота уже 28 тысяч на 25 минуте мы увидели игру с тотальным сноуболом без какого-либо шанса на камбэк в первую очередь из-за того что шторм не дал никакой жизни войду и не дал ему шанса что-либо сделать в этой игре собственно именно так на шторме и нужно играть это был новый шторм спирит итоговый счет у нас 24 3-9 за 26 минут каждый фраг в минуту 25 осталось сделать последний фраг и закончить до 27 тогда мы увидим по фрагу в минуту выбежал Леон и на этом игра заканчивается всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока